Здравствуйте. На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас вопрос по Священному Писанию. Ссылка на Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. Молясь, не говорите лишнего. Что значит говорить лишнее в молитве? Я позволю себе прочитать этот отрывок из Евангелия от Матфея в более полном варианте. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Ну и следом следует, как вариант, как образец и как канон молитвы на все времена, текст молитвы очень наш. Действительно важнейшее поучение Господа о молитве, которую мы должны правильно понимать. Некоторые люди, далекие от церкви, я сам неоднократно слышал подобные доводы, говорят, вот у вас там многочасовые богослужения, или вот монах непрерывно молится. Сказал же Господь, молясь, не говорите лишнего. Поэтому сказал Господи помилуй, перекрестил лоб и пошел дальше. Может быть, и действительно, и не нужно никаких других слов, помолился и пошел дальше. Но против такого понимания прямо свидетельствует нам апостол Павел, говоря, непрестанно молитесь. Что же является собственно лишним? Что же является тем самым многословием или пустословием на молитве? Господь прямо нам говорит, что не нужно, нет никакой необходимости перечислять перед Господом свои конкретные и частные нужды. То есть, то, что Господь говорит, потому что знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. И поэтому не нужно, и об этом говорят многие святые отцы, перечислять все возможные мелочи или конкретные прошения. Хотя, например, я точно знаю, что кто-то из великих оптинских старцев, по-моему, это был старец Макарий, как раз говорил о том, что не стесняйся просить у Господа о всякой мелочи. Но это тоже не будет тем самым многословием, потому что если ты постоянно просишь помощи у Бога, например, выходишь из дома, перекрестил лоб, Господи, помоги. Идешь дальше, и то есть ты как бы через такую молитву, обращаясь к нему за каждой мелочью, ты просто вводишь Бога в свою жизнь. Ты памятствуешь о Нем и все делаешь с Ним и во славу Его. Для каждого человека есть свой, и даже для одного и того же человека в разные периоды жизни, возможны разные отношения с Богом. Кто-то воспринимает Бога с глубочайшим внутренним трепетом и фактически невозможностью стоять перед Ним, перед Его силой, мощью, когда ты осознаешь, что Господь — это Творец Вселенной, что Он держит в своих руках все, что от Него в жизни каждого из миллиардов людей, у каждого из миллиардов людей и волосы сочтены на голове. И поэтому ты замираешь в трепете и можешь, действительно, наклонив голову, сказать, Господи, да будет воля Твоя, и больше ничего ей не промолвить. А кто-то, и это тоже не будет чем-то неправильным или каким-то особым понебратством, видит в воплотившемся Христе бесконечно близкого им Бога человека, которого они могут сказать вслед за преподобным Макарием Оптинским, Господи, что-то у нас с дровишками туго наломал бы ты нам леску. И Господь посылает на следующий день сильный ветер так, что крупные громадные деревья оказались поваленными, и монахам оставалось только вывести их, ну и уже разделать. И это тоже вера, это тоже любовь, не лишенная трепетом, но в такой простоте сказанной. Поэтому важно, и Господь тоже об этом говорит, смотрите, что Он пишет про язычников, «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Ошибка многословия подобного — это надеяться на то, что чем больше ты скажешь, чем более многословны будут твои молитвы, тем вероятнее Господь тебя услышит. И это, конечно, неправильно. Хотя и про это есть притча Спасителя о бедной вдове, которая просила у неправедного судьи помочь ей с ее противником. И она молила его об этом день и ночь, а он, этот судья неправедный, говорит, вот я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но настолько она меня замучила, что ладно, помогу ей. «Слышите, говорит Господь, что глаголит судья неправедный, если уж он, Бога не боясь у людей, не стыдясь, согласился помочь этой бедной вдове, тем более Отец ваш Небесный услышит ваши прошения и ответит на них тем, кто день и ночь вопиют к нему». И опять смотрите, день и ночь. То есть дело не в продолжительности молитвы. Молитва — не многословие, не перечисление своих нужд. Молитва — это возношение ума и сердца к Богу. А уж у кого оно как возносится, это тайна человеческого сердца. Кто-то читает молитву Иисуса, «О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Кто-то читает Богородичные правила, кто-то читает Акафисты, кто-то Псалтырь, а кто-то просто слушает Баха. И хотя это совсем не православная музыка, и в православных храмах не играют органы, но и православные готовы подтвердить, наверное, что когда Господь творил мир, играл Бах. И от слышания такой музыки или от чтения каких-то стихов, или еще от чего-то, наш ум и сердце возносятся к Богу. И в этом состоянии, конечно, Господь оказывается не Он к нам, а мы ближе к Нему. И в этом состоянии мы будем услышаны. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...